Ну что, дорогие мои товарищи, вот и распрощались мы со снегом. Да, это печально, но снега больше нету. Он был всего, по-моему, 3 или 4 дня. И теперь у нас, как говорится, вторник и уже ничего нету этого. Но у нас появилась машина, на которую я делал краткий обзор, скрытый. И мы её сейчас посмотрим. Ну, вы по названию уже поняли. Она стоит 2 миллиона практически. Ну, миллион 955, да. Эта тачка, это не гиперкар, не спортивный прототип или концептуальный болид. Это нечто особенное, нечто большее. Это даже не реклама. Аутарч, я не знаю, как правильно читать это название. Не нуждается в рекламе, он вообще не нуждается ни в чём. Давайте попробуем устоять перед покупкой. Спорим, не выйдет? Да не то, чтобы не выйдет, просто я и так его буду покупать. Независимо от того. Ну что, давайте тогда выберем цвет. Я не знаю. Давайте вот такой вот выберем. И закажем. Управление у него вообще на максимуме. То есть, ускорение тоже практически на максимуме. Ну, судя по вот этим показателям, он должен быть самый крутой. Ну, прям самый крутой, не крутейший, крутяк. Кстати, ребята, мне вернули деньги за вот эту вот фигню. Вот эту вот. Мне вернули деньги за неё. И я доволен, в принципе. Да, да, кстати, вернули. Я не знаю, как, но у меня прибавились. Деньги 500 тысяч с лишним. Так, ну что, мы тачку заказали. Будем ждать её. И здесь же затюним. Я просто здесь только что появился. Здесь же её затюним. И покатаемся, посмотрим по кольцевой, по дороге. Ну что ж, секундочку небольшую. Ну что, ребят, тачка приехала. Она пока без тюнинга. Но цвет мне нравится. Я не буду её перекрашивать. Может, там раскрасочку какую-нибудь замутим. Но перекрашивать не буду. И диски менять не буду, потому что они с ободком. Под цвет. Так что давайте-ка заедем сюда. И сейчас затюним. Посмотрим, что по деньгам выходит. И как она будет выглядеть. Броню я делать не буду, ребят. Так, давайте тюнить то, что на скорость влияет и на внешний вид. Так. Нифига. Ну это всё мы помним. Это всё, в принципе, было. Давайте по максимуму. Мне нравится, когда всякие вот эти вот дополнительные штучки есть. Так. Карбоновый. Дальше поехали. Двигатель. Короче, разгоняем её по максимуму. Глушитель. Что у нас есть? Глушители у нас есть, в принципе, разные. Такие. Ну, по сути, ничего особенного. Да? Давайте вот такую вот. Так, крылья. Стандартные крылья. А, ну тут особо ничего не меняется, там, в принципе. Так, капот. Кстати, давно я не обозревал тачки в открытой сессии. Обычно я выбираю сессию какую-нибудь, чтобы, как говорится, поменьше проблем было. Ну, ничего. Клаксон я менять не буду. Пары мы сделаем. А неоновый набор не будем делать. Я буду экономить, ребята. Если что, деньги кончаются. И не хочу я их тратить на то, что мне, ну, совсем ни к чему, по сути. Так. Окраску я не буду. Как вы видите, нет у нас окраски именно... Ну, такой вот раскраски нет. Окраска есть, а раскраски нет. Пороги. Давайте вот так сделаем. Цвет я оставлю, ребят. Спойлер. Есть маленький. Есть такой повыше. Так. Вот так. Есть какой-то вообще там такой навороченный пипец. А, вот он этот родной спойлер. Какой был у нее там на обзоре на моем. Так, может быть вот так как-нибудь так. Может покруче будет. Давайте я вот такой сделаю. Мне кажется, более такой дополняющий. Спортивную подвеску сделаем. Так. Кто читер? Хе-хе-хе. Чувак, забудь про читы. Так, все. Усиливаем. Колеса я не трогаю. Стекла сделаем еще. Я. Кто читер? Я. Ну и блин, чуваки не палились бы, блин. Ради бога. Стучат на вас сейчас и будете. Ну что, тачка у нас получилась вот такая вот. Очень даже и такая респектабельная. Ну что ж, прокатимся теперь на тачке, которую я сам затюнил. Так, а как в салоне у нее? Ну, салон у нее тот же, это очевидно. То есть, тот же, который мы видели в том видео. Ну, давайте посмотрим, как и что у нас теперь получится. Мало ли что. Вообще, она мне нравится. Тачка очень выглядит классно. Реально классно. Потому что, ну, очень вид у нее прям крутой. Не поспоришь. Но она такая вся из себя гоночная. То есть, якобы погонять, блин, на трассах там, на каких-то там. Ну, вот чисто вот так вот. Что касательно того, как она едет. Я не могу сказать, что она прям, по моим ощущениям, очень быстрая. Она не очень быстрая. Не, может быть, если я сейчас по прямой выжму, может быть, она что-то и выдаст. Но я не вижу, чтобы она была прям какой-то прям пипец быстрой. То есть, едет она не быстрее, чем тот же релегия заказной у Бенни, блин. Ну, так же едет она. Хотя там спорткар. А это прямо вся из себя крутая тачка. Что здесь? Нифига он улетел. Нифига ты улетел, чувак. Да, у нас, короче, будет такой обзор немножечко экстремальный. Да, не просто там со скучающим видом покататься, там где-то поездить, там, я не знаю. А будем вот так вот гонять. Короче, уж это как в душе угодно. Так, сейчас копов встретим немножечко. Так, давай. Давай, коп. Давай, давай, давай. Пова! Да, ну, конечно, тачка не быстрая. Ну, при всем ее великолепии, она не быстрая, ребят. Она, ну, средняя, я бы сказал. Ну, не похоже, чтобы она прям пипец выжимала. Она едет обычно, вполне обычно едет. Ничего в ней сверхъестественного я не вижу. Опа! Вот тут эта тачка есть. Ой! Сейчас мы посмотрим, как она внутри, ребят. Хе-хе-хе. С какой стороны у нее двигатель. Так, ладно. Пускай. Да нет, копов-то я не боюсь. Тем более мы ограбление прошли. Я могу Лестеру позвонить просто. И он мне все отменит совершенно бесплатно, да? Давайте так и сделаем. Я сейчас быстренько наберу Лестеру. Так. Э-э-э-э-э-эй. Так, Лестер где-то, дружок. Мальк всякий, хренальк. Сейчас мы отменим копов уж. Нормально, чтобы было. Так, понизить розыск. 0 долларов. Так что, ребята, имейте в виду, что машина, конечно, дорогая. Машина еще плюс тюнинг. Еще несколько сотен тысяч долларов. Но, ну, не знаю. Ну, не быстрая она. Ну, по крайней мере, не самая быстрая. Может, она и немедленная. Ну, и, скажем так, я не удивлен. Я вот уже много машин посмотрел. Я не вижу, чтобы они были прям... Чтобы она как-то прям выделялась по скорости. То есть, просто машина едет и едет, скажем так. Да, и сбивает все. Ну, это я сам виноват. Управление хорошее. Единственное, за что могу похвалить. Но это уже я виноват, ребята. А так управляется она хорошо. Это я уже сам виноват. Можно сказать. Это... Моих рук дело. То, что я тут... Ну, едет она хорошо. Тут не поспоришь, в принципе. Хотя нет. Здесь я... Ну, здесь, может быть, просто из-за того, что юзом пошел. Потому что в первый поворот я вошел вообще изумительно. Да, да. Ну, это, конечно, с отпусканием тормоза, ребята. Это... Тут не поспоришь, в принципе. Не, я ее, конечно, продам. Это понятно. Ну, потому что... Ну, у меня есть и тачки получше. Та же нейра, мне кажется, лучше, чем эта. Так что вот такие вот пироги, так сказать. С котятками, как некоторые выражаются. Да. Блин. Из-за вас, козлы, мне приходится. Так. Держи дорогу. Держи дорогу. Мы поедем в Лес Кастомс. Ну, что, ребят. В принципе, вот такая машина. Я не знаю. Хотите вы ее себе такую купить? Не хотите? Нужна она вам? Не нужна? Ну, в принципе, тачка... Ну, ничего. Оп. Да, двигатель спереди у нее. Ну, в общем-то, ребята, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующих видосах. Будет еще что-то новенькое. Еще купим. Надеюсь. До встречи. Пока. Продолжение следует...